В Каспийске за последние шесть лет было построено порядка шести школ и трех детских садов. Кроме того, в текущем году по инициативе главы Республики Дагестан Сергея Миликова был запущен проект капитального ремонта, под который попали и дошкольные учреждения Каспийска. Так, благодаря программе в текущем году был завершен ремонт в детском саду номер 8 Дюймовочка. На сегодняшний день в городе также осуществляется ремонт в двух ветхих дошкольных учреждениях 70-х годов. Это сад номер 16 и 12. 31 августа на первый объект с инспектированием выехал глава города Борис Гонцов и его заместитель Арсен Шерифов. Сады 60-х, 70-х годов постройки, где более чем за полувека накопилось немало проблем. И основные элементы инженерной сети находятся в изношенном состоянии и требуют частичного или полной замены. Также дополнительно администрации города были выделены средства из муниципального бюджета на закупку мебели и благоустройство прилегающей территории, что в комплексе с капремонтом позволит создать комфортные условия для пребывания воспитанников в данных учреждениях. В ходе проверки были выявлены некоторые нарушения, по которым незамедлительно будут проведены исправительные мероприятия. Отметим, что планируется завершение работ 10 сентября текущего года. Работа в обоих детских садах и номер 12 и 16 находятся на завершающем этапе. В течение ближайшей недели полностью планируется завершить все работы. В данный момент ведутся работы по частовой отделке и благоустройству прилегающей территории. Помимо этого, в Каспийске к концу 2023 года будут построены и введены в работу следующие образовательные учреждения. Школа на 1224 ученических места по улице Кизилюртовская и новый корпус на 300 мест. Школа номер 2 имени Назарова. Ввод в эксплуатацию двух объектов будет иметь большое социальное значение для нашего города, так как в городе на сегодняшний день функционирует 16 общеобразовательных организаций с проектной мощностью 12 тысяч мест. А по факту в них обучается более 22 тысяч детей. То есть каждая школа в среднем переполнена в два и более раза. Отметим, что строительство данных объектов проходит в рамках национального проекта образования. Кроме того, с 2024 по 2026 год планируется возвести еще три школы. Стоит подчеркнуть, что все работы по всем объектам находятся на личном контроле главы Каспийска Бориса Гонцова.